Всем привет, это Евгений Беляев и мы продолжаем наше велопутешествие по Васильевскому острову. В прошлой части мы остановились у собора Святого Михаила, вот он сейчас по левую сторону, и в этой части мы с этой же точки и продолжим. Сейчас мы движемся по Среднему проспекту в сторону станции метро Васильевскому острову, чтобы посетить двор, который находится на четвертой линии. Сворачиваем на четвертую линию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ныряем во двор Здесь мне очень нравится как украшен свод арки кессонами с лепниной Причем лепнина практически полностью захоронилась Тут я увидел что ворота в следующей арке открыты Стало интересно что же там дальше А дальше тут детская площадка Ладно возвращаемся Как правило архитекторы уделяли огромное внимание лицевым фасадам А дворовые фасады оформлялись по остаточному принципу Именно этим и интересен двор в этом доме Поскольку здесь архитектор Фомичев решил украсить и дворовую часть Ну и теперь двигаемся к станции метро Василия Островская Смотрите продолжение в следующей серии Ехать по тротуару то еще удовольствие Я конечно стараюсь не бибикать Никак-то не мешать пешеходам Еду с их скоростью Но и в этом случае в общем-то удовольствия мало По прежней части не поедешь Потому что все запарковано А на тротуарах можно еще кроме всего прочего Такие встретить рекламные щиты В общем лучше конечно поехать туда Где людей поменьше Что я обычно и делаю Вот мы и добрались до самого центра Васильевского острова По правую сторону находится одноименная станция метро А прямо перед нами памятник Конке Это наиболее распространенный вид общественного транспорта В дотрамвайную эпоху Здесь на 6-7 линиях Находится на мой взгляд Самая лучшая пешеходная зона в Питере Перспектива на которую естественно По доброй традиции перекрывается Огромным серым туалетом Конечно спасибо за туалет Но мне кажется можно было бы его поставить Вот хотя бы вот здесь справа Или в ком-то другом месте Почему я думаю что эта улица самая лучшая Пешеходная зона в Питере Ну во-первых здесь достаточно мало туристов В основном здесь ходят местные Вот видите с колясками и так далее А это значит что вас не будут атаковать Всевозможные переодетые кони, зебры Не будут предлагать настойчиво попить чаек Куда-нибудь зайти и так далее Ну и кроме всего прочего Здесь достаточно много кофеен Ресторанов, магазинчиков Поэтому здесь можно неплохо погулять И провести время Вот так вот здесь есть Там что-то смотрится и мало Здесь можно нам compressать Как-то не переодетjun Смотрите продолжение в следующей серии. Кроме кафе и ресторанов, на пешеходной улице находится Андреевский собор, который был построен в 1780 году. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжаем двигаться по уже не пешеходной седьмой линии. На нее мы еще вернемся, а пока предлагаю свернуть и посмотреть пару интересных исторических дверей и не так давно открывшийся Василиостровский рынок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Никогда не понимал, почему люди красят желтой краской в данном случае, когда явно что здание должно быть покрашено в другой цвет. Один раз я вот так спросил, ответ был достаточно простой. Вот есть желтая краска, желтые красим. Вот так... И к сожалению, вот эти обе двери, которые я хотел вам показать, они похоже уже заменены на какой-то новодел. Совсем недавно они выглядели по-другому. Сворачиваем на Василиостровский рынок. Здание рынка было реконструировано, открыто буквально пару лет назад. Внутри достаточно модно и интересно. И здесь также есть место, где можно поесть на открытом воздухе. Здесь достаточно много интересных и мелких ресторанчиков. Например, можно поесть достаточно вкусный суп фобо. Можно купить экзотических фруктов и так далее. В общем, если вы планируете перекусить на Васильевском острове, то предлагаю рассмотреть это место. Вот так вот. Возвращаемся на седьмую линию. Возвращаемся на седьмую линию. И joined в новую чайную виде. Возвращаемся в вымете к нам дальше. И очень важно. Возвращаемся в каша в Aer disfrute. Возвращаемся новый. Итак,! На седьмой линии находится, насколько я понял, самый старый жилой дом в Санкт-Петербурге. Вот этот дом. Он был построен в 1726 году в стиле Петровского барокко. И по нему мы можем сделать вывод, как выглядел Петербург в петровские времена. Соседний дом был построен в 1730 году, но он уже был перестроен в середине 19 века. И за этими двумя домами находится еще один интересный объект. Это аптека Доктора Пелли. Аптека сохранила интерьеры до революционных времен. Работала до 2019 года. А сейчас там открыт музей, который я рекомендую посетить. А теперь мы сворачиваем в довольно-таки по-питерски аутентичный Днепровский переулок. Спасибо. Спасибо. На мой взгляд, это Днепровский переулок еще председатель. хуже чем улица Репина, но к сожалению он не может претендовать на самую узкую улицу, поскольку это формальный переулок. Сюда мы поворачиваем, чтобы посмотреть на задний фасад самого старого жилого дома. Удачно ребята припарковались, но я вроде пролезаю. А вот и питерские котики, обычно они отдыхают в таких вот старых двориках. Ладно не будем котикам мешать. А вот так выглядит задний фасад самого старого жилого дома Санкт-Петербурга, в принципе очень похоже на главный фасад. Еще более впечатляюще выглядит флигель соседнего дома, который как будто торт нарезан соседним домом Доктора Пеля, а справа видны вот эти контрфорсы, которые не дают зданию обрушится. Доктор нарезан соседнего дома Санкт-Петербурга. Ну а теперь поныряем во дворы Днепровского переулка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь находятся... Сохранившиеся деревянные ворота... Красота... Теперь поедем посмотрим еще одну достопримечательность острова... Академический сад... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сад Академии художеств Сад Академический сад был основан в середине 18 века Здесь находится старейшая городская конюшня, вот она слева И работает конный клуб Поэтому здесь достаточно часто можно встретить лошадей В центре сада находится не что иное, как запасная интерьерная колонна Казанского собора Ее изготовили на тот случай, что если что-то произойдет с другими колоннами Может быть треснут или расколется при установке Но к счастью ничего такого не произошло И в итоге колонны немного доработали и установили в этом саду Жителям Васильевского острова бесспорно очень повезло Они могут выйти и полюбоваться на лошадок, которые пасутся на зеленой травке В теме, что мужский острова в associate, он собирается в лошадке Красном островском острове Экиполь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...